Виталий, приветствую тебя! Традиционно открываем мы с тобой неделю технически фундаментальный анализ, смотрим за тем, что происходит в моменте, самое интересное. До Рождества фактически неделя, то есть можно уже потихоньку ставить на рождественское ралли, хотя еще в прошлые разы мы с тобой лично могли убедиться в том, что движения уже крутые, значительные, возможно, это ралли уже началось. Ты, кстати, как думаешь, этот непростой 2020 год может преподнести нам еще сюрприз под свое закрытие и показать какую-нибудь чудесную динамику, ну, например, 2000 по зуболоту, или 85 по индексу доллара, или 45 по нефти, ну, такие вот, знаешь, совсем маловероятные сценарии. Ну, в принципе, может быть, скажем, какие-то движения, ну, таких сильных я не ждаю, там 85 по доллару, но коррекции какие-то возможные, но самое интересное, скажем, не 2000 будет, а 2021, там уже будет, вот многие, многие узнают интересные, скажем, инвесторы. Вот сейчас из-за ковидной темы, вот вновь актуальные по Лондону, то, что новый штамп, который по, скажем, скорости распространения, по тому, есть ли у людей иммунитет, эффективны ли те вакцины, которые создали против него, то есть бьют тревогу. Вот я сегодня на Блумберге, каждый раз, когда я готовлюсь к брифингам, вот там очень хорошая такая выжимка информации, вот я ее прям считываю постоянно. Вот там говорят, знаешь, что 2021 год, в принципе, будет точно таким же, ну, то есть он может начаться точно так же, как 2020 год, когда пришел новый вирус, перед которым мировая экономика беззащита. Потому что вот если действительно окажется так, что этот новый штамп абсолютно невосприимчив тем вакцины от Pfizer, от Moderna и AstraZeneca, получится так, что мировая экономика столкнется с ним точно так же, как столкнулась с первой версией ковида в начале 2020 года. И все пойдет опять на второй круг, тотальные распродажи рисковых инструментов, например, как мы, ты помнишь, видели в начале 2020 года, рост индекса доллара. Ты вообще такой сценарий допускаешь или все-таки сейчас больше, наверное, паники, шума, который не имеет какого-то под собой серьезного, адекватного, фундаментального основания? Ну, скажем, я уже много раз говорил, я, скажем, не учитывая вот эти потенциально по поводу вируса и так далее, я смотрю, что просто все накроется медным тазом, вот прямо так и будет 2021-2022 год и, думаю, 2023-2024 год будет. Почему? Потому что мы сейчас находимся в цикле роста, суперцикле роста вот за последние 100 лет. То есть, если взять последний раз Великую депрессию, да, то это было ровно 100 лет назад. Мы этот рост сейчас заканчиваем и по фондовому рынку, и по экономике, и должны начаться, скажем, хорошая такая коррекция, хорошее падение как на финансовых рынках, так и в реальной экономике. Какие причины будут этому? Возможно, вирус, ну, как ты сказал, да, новый штамп вируса, который сказал на днях этот Джонсон, но с пометкой, ну, скажем, не с пометкой, изначально было так, что мы пока этого не изучили, мы предполагаем, скажем, что это новый вирус и так далее, скажем, вот в таком формате. Поэтому, ну, еще там посмотрим, как вакцины зайдут, потому что если начнут мрут, ну, ранее будет хорошее, там, говорят, возможно, 10-20% будет от этих, которые вакцинируются. Во-первых, эта вакцина, она не тестирована на длительном сроке, то есть мы ее недавно только придумали, да, и нету еще выборки хорошей, поэтому сейчас, если массово сделать вакцину, к чему она приведет? Возможно, к тому, к каким-то худшим последствиям, надеюсь, что многим будут колоть этот, плацебо, да, и люди начнут просто думать, что они вылечились, скажем, в таком формате. Но, скажем, по поводу финансовых рынков, нам самое интересное, это финансовый рынок, конечно, нас и смотрят и те, кто работают в реальном бизнесе, очень, я думаю, будет плохо, потому что сейчас это все накачали ликвидностью, это как-то удержали, но нету, есть, скажем, какой-то предел этому накачиванию. Я думаю, ты это сам понимаешь, потому что накачивать-накачивать, ну, оно должно как-то давать эффект, да, оно, скажем, не дает. Слушай, ну, то, что времена грядут очень интересно, это действительно так. Так, будет непросто, наверное, работать с новыми трендами, но придется, мы трейдеры-инвесторы, которые адаптируются к тому, что происходит. Единственное, что я могу точно сказать, то, что движения на финансовых рынках точно будут интересными, и, наверное, только по этой причине стоит, не стоит особо паниковать трейдерам, хуже, когда этих движений нет, уже тоже много раз отмечали. Ну, самое главное, чтобы не было вот этих моментов, помнишь, как было там в 2008 году, когда биржи закрывают на несколько недель, и ты там находишься где-то в каких-то позициях, и потом против тебя открывается там несколько не сот пунктов, а тысячу пунктов, вот это самая проблема будет. Потому что такие будут по-любому какие-то остановки торгов, как даже было вот недавно, да, весной по S&P 500, когда делали планки, останавливали торги на несколько часов, там, я не помню, какой максимальный был этот, ну, там открывались немножко с ГЭПом, немножко без ГЭПом, но, скажем, а если это будет закрытие торгов там на неделю, на две, такое бывало, то есть с этим нужно быть осторожным. Поэтому это, скажем, с одной стороны, если ты стоял в правильную сторону, это хорошо, если в обратную, то, скажем, можно, вот даже тот прецедент, который был на российской бирже, на московской бирже, по поводу экспирации вот этой нефти, да, которая была в минусе весной, и многие, у кого были депозиты, они потеряли свои депозиты, плюс еще остались должны, скажем. Да, ситуация, конечно, самая жесткая, наверное, которая могла бы только произойти, и вот действительно прецедент с нефтью такой был из-за отрицательных цен. Ну, ладно, будем надеяться, что все-таки те позиции, которые будут у вас, друзья, это позиции в верном направлении, мы с Виталием будем следить за рынками вместе с вами, и, разумеется, будем делиться, продолжим делиться своими точками зрения в расчете на то, чтобы дать вам хорошую рекомендацию, чтобы вы заработали. Ну, ладно, давай тогда с лидическим отступлением покончим, мы уже перейдем непосредственно к рынкам. Так, начнем давай сегодня с индекса американской валюты, индекс доллара. Сейчас 90-50, вот эта коррекция, которая была, на мой взгляд, более чем прогнозируема, потому что, ну, так вот просто, без откат на индекс доллара, даже при том фоне, который был, вряд ли мог продолжить валить. То есть, если смотреть на текущую актуальную ситуацию с точки зрения того, как лучше зайти в этот инструмент, я считаю, что закрепление индекса доллара выше 90-50 и уход, соответственно, над, ну, то есть выше вот нисходящей линии тренда будет потенциально хорошей точкой для перезахода в наш шорт, потому что все равно, как ни крути, прежде чем, как ты отметил, я, в принципе, солидарен, прежде чем все накроется медным тазом, какое-то время рынок еще попухнет, поживет на вот этой ликвидности, которую выделяют. И очередной транш от властей США, это транш на 900 миллиардов долларов, он должен быть принят уже в самые ближайшие дни, то есть фактически бедлайн у нас есть, это рождественские праздники, то есть текущая пятница. И, судя по всему, отталкиваясь от тех новостей, которые я видел, межпартийная солидарность, согласие, если публиканцы-демократы готовы одобрить пакет на 900 миллиардов, теперь нужно получить еще зеленый свет в Сенате и Палате представителей. Короче, сегодня, завтра и послезавтра, я думаю, что вот это вот три дня, когда на рынке появится новость о том, что деньги все-таки выделены, и в этот момент как раз он нужно будет действовать, потому что приток новых средств в большой доле вероятности спровоцирует снова хотя бы даже первичную реакцию это распродажа доллара. Поэтому текущую коррекцию нужно воспринимать как тоже еще один такой предрождественский подарок для того, чтобы выжать немножко профита для тех, кто ранее не заходил в короткие позиции в расчете на то, что индекс доллара все-таки вернется в район 90 пунктов. В прошлый раз также были рекомендации по европейской валюте и по золоту. В частности, даваясь отложки, мы до этих отложек пока не дошли, сейчас идет локальная коррекция. Я сегодня также предлагаю сделку бай-стоп с уровня 1.2220, стоп-лосс на уровне 1.2170 и ждем пару выше отметки 1.23. То же самое, та же самая аргументация, что и в отношении с долларом. То есть евро-доллар и индекс доллара – это инструменты, которые имеют очень высокую степень корреляции. Как только индекс доллара развернется, евро также перейдет снова к росту. Я думаю, что вот эта коррекция, которая была уже с отметки 1.23, на текущем этапе это, наверное, максимум, что может быть. То есть евро точно не добрался до своих локальных максимумов, которых достоин, и сделает это, возможно, также в ближайшие несколько дней. Все зависит от темпа принятия пакета по госпомощи. Я думаю, что до конца этой недели нас точно ждет еще одна волна ралли по рисковым инструментам, но, может быть, исключением будет только лишь фунт, потому что фунт – это сейчас заложник вновь актуальной ковидной темы из-за закрытия Лондона. Ну и, как ты знаешь, Виталий, дедлайн, который был в эти выходные по Брекзиту, он снова нарушен, никаких договоренностей нет. Честно говоря, я даже не видел новостей. В этот раз как-то на самотек вообще ситуацию пустили. Надеюсь, что эти новости относительно того, будет ли сделка по Брекзиту или нет, тоже появятся в самое ближайшее время. Так, то есть евро, доллар, мы ждем отметку 1.2220 и покупаем. И что касается золота, здесь я могу обозначить только лишь тенденцию для тех, кто прислушался к тем рекомендациям, которые ранее давно еще давались на выкуп этого инструмента. То есть покупка золота – это тоже идея, которая опирается сейчас на потенциальный рост денежной массы в мире без прецедентов мер экономического стимулирования. Если мировая экономика действительно окажется, снова пойдет на второй круг, я имею в виду, столкнувшись с повторным риском влияния COVID-19, может быть, даже это будет уже не COVID-19, какой-то другой штамп вируса, а сейчас уже есть предпосылки, что это что-то новое, мутировшее, и, возможно, вакцины, которые разрабатывались ранее, они уже неэффективны для борьбы с текущим штаммом. Если действительно все пойдет по негативному сценарию, то золото будет расти не только потому, что центральные банки снова запустят на полную катушку печатные станки, золото еще должно будет выигрывать как защитный инструмент. Как ранее мы видели, обновление исторического максимума выше 2000 долларов. Я думаю, что золото по тенденции также может оказаться выше данных значений. Ну а по конкретной рекомендации я отметил, сегодня я предлагаю работать только лишь с европейской валютой, через ту сделку, которую я отметил, и поглядывать также на индекс доллара при закреплении выше отметки 90.50, также шортить. Виталий, слово тебе передаю. Так видно экран, да? По золоту, что я могу сказать, здесь сейчас такая ситуация интересная будет происходить в ближайшее время по золоту, мы определимся дальше, или мы будем расти, или уйдем на какую-то еще глубокую коррекцию по данному инструменту. За последние две, скажем так, битвы аналитиков мы с тобой анализировали и говорили по золоту только ланги. Оно, в принципе, себя неплохо отработало локально, но цели мы ставили еще и глобальные, на обновление исторического максимума. И сейчас золото подошло к трендовой линии, и сейчас нужно следить за реакцией на эту трендовую линию. Если будет рисоваться какой-то паттерн на отбой данной трендовой линии, то можно сказать с какой-то вероятностью, что пойдет коррекция, и эта коррекция может быть как небольшая, так и достаточно глубокая, возможно, на обновление вот этого минимума, да, и уже с последующим шагом на рост. Если здесь не будет рисоваться каких-то шортов, я бы золото не шортил, и если проторговочка будет формата лонгового, это мы уже дальше увидим. То есть здесь стоит покупать на пробой, или там уже после проторговки пробойной данной трендовой, то стоит рассматривать покупки, уже здесь должен быть только рост, возможно, с какими-то коррекциями. Поэтому по золоту сейчас нужно наблюдать, кто покупал, следить. Если рисуется шорт, возможно, хеджировать свою позицию шортом и так далее. Что касается золота. Дальше. Также мы обсуждали в прошлый раз евро-доллар. По евро-доллару такая у меня была здесь многоходовочка по поводу шортов на какую-то коррекцию. Они произошли, эти шорты локальные, но там повыносило. Лонг аналогично здесь рассматривал на пробой. И тоже там в зависимости, кто где ставил стоп-лосс, потому что так я условно называл стоп-лоссы, мы сходили наверх. На текущий момент по данному инструменту может, скажем, вот эта коррекция, которая сейчас происходит, она может как вариант затянуться и быть более, скажем, глубокой, где-то там пониже, где-то в район 20-60, возможно, чуть выше, скажем, в таком формате. Пока сложно сейчас сказать. Возможно, это и минимум, потому что мы сейчас тестируем зеркально на уровень поддержки и уйдем дальше вверх. Пока сложно сказать, но хотел бы также ответить на те вопросы, которые мы обсуждали в пятницу. Вот я в пятницу записывал на канале Амаркетс открытый микрофон, и я там давал рекомендацию по фунт-доллару на шорт. Она очень красиво отработалась, данная рекомендация. А ты в пятницу на основании чего шорт давал? На основании того, что рисовался паттерн в шорт по фунт-доллару. Никаких там новостей сугубо у нас был… Я там даже проводил в таком формате открытый микрофон, обучающий, да? То есть показывал фунт-доллар, что он рисуется шорт ниже уровня 1.35-1.35, что ниже данного уровня возможно рассматривать шорт по данному инструменту. То есть это был паттерн ложный пробой, я там его показывал. Достаточно были, скажем, активные участники, которые просматривали, много было комментариев. Плюс я, скажем, давал такой еще вопрос всем, сейчас на него отвечу. И что рисуется как по фунт-доллару, я только его показывал в шорт. Он, в принципе, себя отработал, возможно, еще ниже уйдем по данному активу. И по другим инструментам. Но другие инструменты я не показывал, давал, скажем, как бы вопрос и в комментариях написать. И многие там активно участвовали. Я на этот вопрос отвечу. Это по S&P 500. Там парень один правильно ответил. Уровень 37.13. За ним нужно было наблюдать. И, как мы видим, немножко мы после данного уровня, это было видно на часовиках, мы сделали там ложный пробой. Можно было рассматривать на шорт. Возможно, падение вот это затянется еще пониже по данному активу. Также там назывались по евро-доллару какие-то уровни. По данному активу не было никаких уровней. Вот здесь наверху был уровень по доллар-франку достаточно сильной поддержки. Это 0.8850. То есть выше данного уровня возможно было лонг рассматривать. Также новозеландский доллар. Ключевой уровень был 0.7118. Я своим подписчикам давал тоже шорт идею. Здесь плюс, как по фунту, по новозеландскому доллару были еще дивергенции на дневных графиках. Я также показывал по фунту. Ну и по другим инструментам, в принципе, похожие ситуации. Поэтому сейчас вот этот рост доллара, он может чуть-чуть еще затянуться на более сильную коррекцию. Потому что это как вариант по всем инструментам. Поэтому кто там шортил фунта, можно, скажем, его еще удерживать, часть закрывать. Может, там еще затянется эта коррекция. По данному инструменту. Ну и по S&P 500 аналогично. Ну и еще последняя минутка. Сейчас остановить демонстрацию. Я сделаю еще, там подготовил картиночку одну. Так, видно сейчас? Да. Это данные медведей по индексу доллара за очень длительное время, за последние 10 лет. И очень сильно видно, что очень много медведей шортят индекс доллара. И мы сейчас находимся, мы практически с 2018 года, как вот этот тренд развернулся, мы сейчас находимся на исторических минимумах по данному активу. Что это нам указывает на то, что этот, скажем, тренд должен развернуться в ближайшее время, как я уже ранее говорил, по евро-доллару. Но это, скажем, не прямо сегодня, или так, как я говорил неделю назад, я еще допускал несколько сот пунктов роста евро-доллара или индекса доллара. Но кто занимает там среднесрочные, долгосрочные позиции по этому инструменту, то стоит вставать в лонг. Почему? Потому что мы должны вернуться как-то к нулю и даже зайти выше уровня, чтобы сделать этот дисбаланс медведей и быков. И поэтому это может затянуться тренд вот этот несколько лет по росту индекса доллара. Скажем, это данные там от Блумберга. Плюс сейчас еще. Так, картиночка вторая не открылась, сейчас я ее сделаю вот так. Так, сейчас вторая картиночка, видно ее? Да, тоже видно. Это данные по smart money, то есть умные деньги, которые находятся сейчас в индексе S&P 500. Как мы видим, верхний график это индекс S&P 500, нижний это smart money. Как мы видим, индекс показывает все время новый хай, но за последние, скажем, не начиная с весны, а начиная с сентября, да, smart money уходит с рынка. Он не верит дальше в дальнейший рост вот этого индекса. А за счет чего индекс растет? Растет он за счет розничных покупателей, то есть за счет вот этой массы, которая толкает, вот многие толкают с кредитным плечом. И Теслу, и Apple, да, все время покупают, покупают. И умные деньги там крупных трейдеров, хедж-фондов, они выходят с данного индекса, потому что они не видят уже практически три месяца. Ну мы там и три месяца не сильно и растем, там по чуть-чуть. Где-то вот в ближайшее время должны как-то мы развернуться по данному инструменту, по S&P 500. Я думаю, это будет, ну и данные очень сходятся и по индексу доллара, и по евро-доллару все данные, что должен был произойти разворот. Ну еще там была картинка, сейчас ее в третью не буду открывать, это по поводу IPO. Там данные последние за пять лет, что мы сейчас находимся тоже на максимумах по IPO. Очень много компаний выходит, то есть все пытаются выйти и скинуть свои акции сейчас на позитиве на рынке. Много сейчас розничных инвесторов тоже участвует, как мы знаем, через брокерские компании в этих IPO. Поэтому это тоже должно схлопнуться. Сейчас рынок сильно перенасыщен, и мы увидим хорошую, скажем, коррекцию. И многие будут уже покупать эту коррекцию. Эта коррекция, кажется, не какой-то минимум. Мы увидим последующие-последующие минимумы, потому что должен начаться, вот не будет такой везухи, как было вот в начале 2020 года, когда вот это кто покупил там коррекцию, он заработал. Да, вот эта коррекция будет с последующим дном. Каждый вот этот суперцикл снижения должен, по идее, начаться по всем параметрам. Ну, посмотрим, скажем, 2021-202 должен быть достаточно интересным. Но это относится к той информации для, скажем, для таких среднесрочных, долгосрочных покупателей. Даже не тех, кто там, я не заставляю там всех, скажем, не предлагаю шортить, а даже те, кто находятся в покупках, стоит задуматься, стоит ли выйти с этих покупок, потому что шорты маржинальные, достаточно рискованные. Можно там прогадать какой-то максимум, зайти с большим плечом. Вспомните, кто не смотрел фильм «Игра на понижение», да? Смотрел фильм «Игра на понижение»? Да. Конечно. И многие, кто смотрел, там был Майкл Бьюри, да, который тоже зашортил облигации. Он находился в просадке где-то около 8 месяцев. Он слишком рано вошел в шорт. Там многие его ругали, но он заработал там около 400%. То есть, ну, это было там, у него фонд был изначально там около миллиард. То есть, он там заработал достаточно много денег. Поэтому это сложный шорт по S&P 500 или там, возможно, через опционы шортить, возможно, там S&P 500, но очень-очень осторожно, чтобы там соблюдать риски, потому что можно там получить новый-новый максимум какой-то локальный и потерять депозит. Понял тебя, Виталий. Спасибо тебе за комментарии, за такой развернутый ответ. Ну что ж, следим тогда за рынками. Следующий эфир в среду, посмотрим, где будут финансовые активы тебе в классной неделе. Это прежде всего, даже детственская неделя. То есть, еще больше выжать тренды, с которыми ты работаешь, и заработать еще больше, чтобы с хорошим настроением идти уже на новогодние праздники. Спасибо тебе, Виталий. Все, пока.